Анастасия Барабанова в свои 14 лет уже чемпионка России по акробатическому рок-н-роллу. Она не только успешно выступает на соревнованиях, но и успешно передает свой опыт начинающим спортсменам. Пока все получается, радуется мастер спорта и делится со всеми личной формулой успеха. Для того, чтобы победить, нужно достаточно хорошо танцевать технику ног. То есть самое основное – делать чистые трюки и показывать зрителям как бы маленькое шоу, чтобы зритель тоже проникся программной и понял человека, который танцует на сцене. За путевки на межрегиональный турнир сражаются несколько сотен спортсменов и только 10 лучших танцоров в каждой номинации поедут на первенство по Волжье. Возрастных категорий несколько, начиная с 4-х лет. Танцуют мальчики и девочки в одиночном, парном и командном разрядах. Есть обязательные элементы, в каждой дисциплине они свои, зависят от возраста, поэтому от этого зависит группа сложностей. Соответственно, чем старше, тем сложнее. Судьбу спортсменов в акробатическом рок-н-ролле решает компьютерная программа. Судьи заносят в таблицу свои оценки, а итоговый балл выдает машина. На вершину спортивного Олимпа поднимаются сильнейшие. Я очень надеюсь, что наши ребята там себя достойно покажут. И члены сборной команды Российской Федерации появятся в том числе и в нашем регионе. Первенство по Волжье по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Самаре 7 марта. Затем спортсменов ждет чемпионат России. Там сборные Самарской области будут противостоять команды Москвы и Санкт-Петербурга. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok